Уважаемые слушатели, здравствуйте! Сегодня вашему вниманию предлагается серия лекций по дисциплине «Педагогическая технология» для студентов педагогического профиля. И мы продолжаем сегодня с вами данную серию лекций. Лекция 4. Характеристика видов педагогических технологий. Здесь по плану мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Педагогическая деятельность как объект педагогических технологий. Роль педагогических технологий в управлении учебным процессом. Анализ теоретических подходов, характеристики педагогических технологий. И второй вопрос. Описание видов педагогических технологий. Их краткая характеристика. Характериологической особенностью современного образовательного пространства является огромный опыт по организации процесса обучения и воспитания, что выразилось в большом количестве технологий разного уровня. Можно выделить три причины возникновения и практического применения педагогических технологий. Во-первых, необходимость внедрения в педагогику системно-деятельностного подхода в условиях классного, урочного обучения и лекционного обучения. Далее, активизация учебно-познавательной деятельности и моделирование эффективного вербального способа передачи информации. Следующая, возможность проектирования педагогической цепочки процедуры обучения, организация взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающих гарантированный результат обучения. В зависимости от различных факторов появления технологий привело к различным видам инновационной деятельности. Такие, как радикальные, это попытки перестройки процесса обучения, далее комбинаторные, соединение ранее известных элементов и нового, то есть новый метод обучения, как необычное сочетание известных приемов и способов, и модифицирующие или совершенствующие, улучшение дополнения имеющихся методики обучения без существенного ее изменения. Направления педагогических технологий различны, мы это выяснили с вами на предыдущих лекциях. И, например, техническое направление, это есть разработка и применение различных технических средств, повышающих эффективность учебного процесса. Коммунитарное направление, педагогика, в рамках которой возможна определенная заданность, воспроизводимость результатов воспитательной и образовательной деятельности. В целом, в понятии педагогическая технология и ее деление существуют различные подходы. Например, доктор педагогических наук профессор Гузеев выделяет четыре основные идеи, вокруг которых концентрируется понятие педагогической технологии. Во-первых, это укрупнение дидактических единиц, во-вторых, планирование результатов обучения и дифференциация образования, третье, психологизация образовательного процесса и четвертое, компьютеризация. Именно эта часть, как считает профессор Гузеев, отвечает на традиционный вопрос, как учить, но с большим дополнением, как учить результативно. Анализ теоретических подходов в понятии педагогической технологии с позиции деятельностного подхода позволяет также выделить общие характерные признаки основных педагогических технологий обучения. Во-первых, теория учебной деятельности, как психологическая основа всех технологий, выделяются виды деятельности учителей учащихся, направленные на осуществление необходимых процессов полного цикла учебно-познавательной деятельности, таких как восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематизация новой информации, последовательность выполнения которых приводит к достижению поставленных целей. Основная идея здесь заключается в том, что ученик должен учиться сам, а учитель создавать для этого необходимые условия. Второе, диагностическое целеполагание, деятельностный подход и способ проектирования цели обучения, который предполагает педагогическая технология, состоит в том, что формулируются результаты обучения, выраженные в действиях учащихся. Третье, направленность обучения на развитие личности в учебном процессе и осуществление разноуровневого обучения. Четвертое, наиболее оптимальная организация учебного материала для самостоятельной учебной деятельности учащихся, спецматериалах, учебниках, дидактических модулях, блоках, циклах, включающие содержание учебного материала, цели, уровни его изучения, способы деятельности по усвоению и так далее. Пятое, ориентации учащихся, цель которой разъяснение основных принципов и способов обучения, контроля, оценки результатов, мотивации учебной деятельности. Шестое, организация хода учебного занятия в соответствии с учебными целями, с опорой на дифференцированную самостоятельную работу учащихся с учебным материалом. Здесь характерен отказ от традиционной классно-урочной системы при обладании фронтальных, групповых, коллективных, индивидуальных форм и методов обучения. Возможно, такие, например, варианты, как спаренные уроки, циклы уроков, уроки погружения и так далее. Седьмое, контроль знаний и способов деятельности в трех видах. Во-первых, входной для информации об уровне готовности учащихся к работе. Во-вторых, текущий или промежуточный после каждого учебного элемента с целью выявления пробелов усвоения материала и развития учащихся. Он может быть мягкий по цепочке, взаимоконтроль, самоконтроль, но однозначно он должен заканчиваться коррекцией. Третье, это итоговый для оценки уровня усвоения. Восьмое положение, это оценка усвоения знаний и способов деятельности. Здесь, как традиционные контроли работы и тестирования с применением гибких рейтинговых шкал оценки, так и, может быть, какие-то видоизмененные новые подходы должны быть. Девятое, стандартизация, унификация процесса обучения и вытекающая отсюда возможность воспроизведения технологий, применительно к заданным условиям. И, следовательно, именно виды, подходы, направления к понятию педагогическим технологиям и определяют их понятие как таковое. На прошлой лекции мы с вами детально рассматривали, какие научные школы, какие научные направления по-своему трактуют понятия педагогическая технология. Естественно, эти понятия многообразные, обширные, и мы еще раз их вспомним. Давайте. Ну вот видите, что технология – это научная или практически обоснованная система деятельности, применяемая человеком в целях преобразования окружающей среды, воспроизводства материальных или духовных ценностей. Следовательно, педагогическая или образовательная технология – это и есть система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам. Также педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм методов приемов обучения, воспитательных средств. И это и есть инструментарий педагогического процесса по лихачуму. Педагогическая технология – это также исследование с целью выявить принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования применения приемов материалов, а также посредством оценки применяемых методов по монахову. Педагогическая технология по беспалько – это и есть содержательная техника, реализация учебного процесса. По Волкову – это и есть описание процесса достижения планированных результатов обучения. По Клайеру – педагогическая технология – системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных, методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. В общем, мы будем понимать под педагогической технологией набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями. И давайте с вами оттолкнемся от того, все-таки педагогические технологии, насколько они различны по своим подходам. Во-первых, технология обучения, которая ставит целью конструировать учебный процесс, собственно говоря, в ее идее лежит полная управляемость учебным процессом, проектирование, воспроизводимость обучаемого цикла. И здесь процессуальный, системный подход, конечно, в полной мере действенной, где есть полная управляемость учебным процессом, проектирование, воспроизводимость обучающего цикла. Для технологического подхода цель – это конструировать учебный процесс, отправляясь от заданных установок, ну, например, такими установками может быть социальный заказ, направление образования, методы обучения, цели обучения и так далее. И здесь действенные инструментальные, личностные подходы, конструирование учебного процесса – это общие установки по организации деятельности. Таким образом, технология, например, обучения, она может быть представлена в такой схеме, как знание, которое включает в себя отношения и технологии воспитания, умения и навыки – это прирост операций и технологии развития. Уровни педагогической технологии мы с вами также, собственно, разбирали на прошлом занятии – это система технологий, генеральные технологии или образовательные, частные технологии, локальные технологии. Уровни этих технологий, они характеризуются, ну, вот таким образом, как к генеральным или образовательным технологиям относятся развивающее обучение, технологии педагогики сотрудничества, экология диалектика, модульное обучение, знаково-контекстная технология, программированное обучение, витогенное обучение, проблемное обучение. Суть вот этих видов технологий, которые я сейчас перечисляю, мы рассмотрим ниже, и характеристики. К частным технологиям будут относиться как технологии индивидуализации, дифференциации, коллективных способов обучения, интегрированное обучение, дистанционное образование, информационные технологии. И к локальным или точечным уровням технологий будет относиться технология преподавания того или иного предмета, формирующие человека, также игровые технологии, коммуникативного обучения, активных методов обучения и так далее. Классификация педагогических технологий также выстраивается, мы с вами рассматривали, относительно данных уровней. И виды педагогических технологий также будут зависеть от классификации педагогических технологий. Хочу обратить ваше внимание еще раз, что та или иная педагогическая технология, она может быть представлена на том или ином уровне в нескольких видах. Она может быть, например, как общепедагогической, так и предметной. Если по научной концепции, по уровню научной концепции рассматривать, она может быть как, например, ассоциативно-рефлекторная концепция усвоения, так и развивающая и так далее. То есть одна и та же технология, которую выстраивает педагог, она может быть различна по своим классификационным подходам. Ну и здесь вот далее представляется таблица классификации педагогических технологий. На этом уровне также выделяют такие группы педагогических технологий, как методехнологии, которые охватывают целостный образовательный процесс в стране, регионе, учебном заведении. Это могут быть технологии развивающего обучения, технологии дошкольного воспитания и другие. Макротехнологии в рамках какой-либо образовательной отрасли, области, направления. Технологии преподавания, например, учебного предмета и так далее. Мезотехнологии, то есть средние технологии осуществления отдельных частей учебно-воспитательного процесса, например, технология изучения какой-то конкретной темы, технология урока, технология освоения учебного материала и прочее. И микротехнология, точечные технологии, направленные на решение узких оперативных задач, технология, например, навыков формирования письма или, например, изучения какой-то конкретного направления в дисциплине и так далее. Требования к педагогическим технологиям выражаются в целях, они должны быть конкретны, четки и измеримы. В операциях, которые должны быть воспроизводимы, то есть вероятность реализации технологии отдельным субъектам должна быть высокой, другие педагоги могут владеть этим набором операций и успешно их использовать. Операции должны иметь законченный вид и направлены на достижение той или иной цели. И здесь еще следующее требование такое, как субъективизм учителя. Он, как я считаю, должен быть сведен к минимуму. Технологии, которые часто используются в обучении, это технологии на основе активизации, интенсификации деятельности учащихся, игровые технологии, технологии современного проектного обучения, интегративные технологии, технологии коммуникативного обучения и на язычной культуре пассово информационно-коммуникационной образовательной технологии, технологии индивидуализации обучения, технологии различных видов самостоятельной работы, технологии интеграции в образование, технологии концентрированного обучения. Здесь они делятся как технологии погружения, технологии концентрации обучения с помощью знаково-символических структур и так далее. И природосообразная технология обучения. Вот в основном такой большой спектр представлен и неполный, так сказать, педагогических технологий, мы, опять же, их характеристики рассмотрим немного ниже. Технологии концентрированного обучения — это специально организованный процесс, предполагающий усвоение школьниками общего количества информации без увеличения учебного времени. Технологии и модели концентрированного обучения могут представлять как модель сугестивного погружения, а мы же с вами рассматривали во второй лекции, что такое сугестопедическая концепция обучения, основанная на философии сугестии, и модель временного погружения Щетинина, и последняя технология концентрация обучения с помощью знаково-символических структур, изображения, рисунки, чертежи, схемы, таблицы, графики, знаки, системные опорные конспекты, логические модели, фреймы, систематические сети и прочее. Таким образом, педагогический монтаж технологий обучения строится на основе следующих критерий. Это логическая структура информации, информационной технологии, задачные, инструктивные, проблемные. Объемы информации и информационные емкости дидактических единиц обучения сюда относятся как уровни продуктивности познавательного процесса, интенсивности обучения, соотношение образовательного развивающего эффектов, и механизма оптимизации технологий в связи с имеющимися условиями. Далее, адаптивность технологий, технологии умственного и физического напряжения, личностной направленности технологии, гармоничности и сочетания технологий. Далее, соответствия технологий, специфики школы, СУЗа, ВУЗа, факультета, дисциплины и так далее. Далее, надежность технологии. И последний, немаловажный момент – это финансирование технологии. Целесообразность, гармоничность, результативность применения выбора к тем или иным критериям педагогических технологий зависит в первую очередь, конечно, от самого педагога, от самого учителя и от тех условий, в которых он проводит свою образовательную деятельность. И теперь давайте мы с вами вернемся к последнему вопросу сегодняшней нашей лекции – это характеристика видов педагогических технологий. Здесь мы более тщательно рассмотрим различные направления педагогических технологий. О них очень нужно говорить много и детально. мы попробуем объяснить те или иные виды педагогических технологий по их характерологическим признакам. Например, предметно-ориентированные технологии. Сюда могут относиться модульные рейтинговые технологии, также авторы Яцеви, Чечения, Вазина, Прокопенко и другие. Экология и диалектика Тарасова, диалог культур, авторы Библии Курганов. И, собственно говоря, здесь они построены на основе дидактического усовершенствования и конструирования учебного материала. В данных технологиях модульно-рейтинговых технологий основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ, укрупнение блоков тематического материала с постоянным переводом циклов познания в циклы деятельности, рейтинговые шкалы и оценки усвоения. Например, в технологиях экология и диалектика Тарасова и диалог культур Библии Курганова, здесь суть такова, что технология направлена на переконструирование содержания образования в направлениях директизации, культурологизации и интеграции учебного процесса. Следующий вид технологий – это технологии дифференцированного обучения. К ним относятся технологии Гузика, Фирсова и других, и связаны с ним групповых технологий. Основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей обучения на групповое обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. Подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на познавательный интерес – это технологии Занкова, Эльконина, Давыдова, на индивидуальный опыт личности технологий Сергеевны и Киманской, технологии направленные на творческие способности, их выявление, их развитие – это технологии Альтшулера, Волкова, Иванова. Также технологии направленные на потребности самосовершенствования автор «Селевка», природосообразные технологии, воспитание грамотности Кушнир, саморазвитие Монтисори. Их основная идея состоит в опоре на заложенные в ребенке силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет подготовленной среды. И при создании этой среды необходимо учитывать прежде всего сензитивность, как наивысшую восприимчивость к тем или иным внешним явлениям. Далее, технология коллективного способа обучения, или сокращенно называется КСО. Обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. Здесь такие авторы хорошо себя срекомендовали, как Диченко, Соколов, Ривен, Суртаева и другие технологии. Коллективное обучение, особое внимание здесь уделяется на различные варианты организации обучения, например, рабочих, не сучащихся, и на используемые при этом средства обучения. Далее, к педагогическим технологиям на основе личностной ориентации учебного процесса относятся технологии развивающего обучения, педагогику сотрудничества, индивидуализации обучения, авторы Аграницкая, Ингиунт и Шадриков, схемно-знаковые модели учебного материала автор Шаталов, игровые технологии, проблемное обучение, программированное обучение, новые информационные технологии, или сокращенно НИД. Вот это и есть технологии на основе личностной ориентации. Далее, технологии совершенствования общей учебных умений в школе. И здесь авторы Зайцев, Н. Зайцев и В. Зайцев, автор Хазанкин, Палтышев, Окунев, Волович, Петерсон и другие. Ну, знакомые фамилии, мы знаем, что многие фамилии, которые вы сейчас слышите, это написанные учебники, например, для учащихся начальных школ или других возрастных групп. И по этим методикам учителя преподают на более высшем уровне для детей теряные дисциплины. Суда, что можно сказать о них? Что они основываются на следующих положениях. Таких, как главные причины детей неуспеваемости в школе является плохое чтение. И вот, собственно говоря, технологии, например, Зайцева учит этому, да, развивать речь, развивать чтение ребенка и так далее. Также психологической причиной данного явления, например, плохого чута, плохого чтения является недостаточная оперативная память ребенка. Ее также надо расширять. И далее, основой технологии развития общеучебных умений должна служить диагностика и самодиагностика, что хорошо показано в технологиях Петерсона, Волович, Окунева и другие. И последнее, должна быть преемственность и постоянное поддержание достигнутого уровня умений. Вот до всех данных, перечисленных технологиях, это суть, она хорошо прослеживается. Следующая, так называемая, альтернативная технология. Это технология мастерских, автор Колин Окунев. Технология свободного труда Селестына Френе. Кстати, на одной из лекций я забыла, был такой момент, что я забыла, как называются те или иные ретро-технологии. Хочу здесь восполнить свои пробелы. Например, вот такая технология свободного труда Селестына Френе, она является как раз ретро-технологией. И такие технологии будут называться в педагогике реанимированные технологии. То есть они когда-то были воплощены в действия, они имели большой положительный успех, эффективны были в тот или иной исторический момент, но потом в них перестала нуждаться как система обучения и образования, и они были забыты. Затем по истечении исторического времени данные технологии были снова возвращены в систему образования, о них вспомнили, и поэтому они называются реанимированные. Как, например, технология свободного труда Селестына Френе была разработана, внедрена еще в конце XIX века. К ним также, к таким реанимированным технологиям относятся технология Льва Николаевича Толстого, то, что он осуществлял опыт деятельности в Яснополянской школе, технология Марии Монтесори, технология Антона Семеновича Макаренко, технология коллективного воспитания, создания детского самоуправления и так далее. Вот такие серии технологий, которые были ранее когда-то, но они тогда не назывались педагогическими технологиями, это просто был опыт работы, успешный опыт работы. В современном понимании они будут звучать как педагогические технологии. Такие технологии называются реанимированные. Давайте вернемся к альтернативным технологиям. Сюда же также относятся технологии вероятностного образования Лобоков, Вальдорфская педагогика, Штейнера и другие, которые используют педагогику отношений, а не требований, включают природосообразный учебный процесс, дают всестороннее воспитание, обучение без жестких программ учебников, используют методы проектов погружения, безоценочную деятельность учащихся. И также авторские школы, к авторским школам можно отнести такую главную, их основную идею, это, во-первых, доверие педагогическому профессионализму учителя, гарантированность образовательной подготовки на любом отрезке образовательного процесса, реализация потенциала развития каждого ребенка в соответствии с разрастными особенностями, педагогическая поддержка детей в образовании и целенаправленное создание системы специальных ситуаций поиска ошибок, последняя комфортность учителя и ученика. И я не все довольно-таки перечислила здесь, альтернативные технологии, их очень-очень много, сюда можно отнести технологию Монахова, Газмана, Щурковой, Школа адаптирующей педагогики Янбурга, Агрошколу Католикова, Школа Парк Балабан, Школа завтрашнего дня Ховарда, да, и так далее. Их проблемно-модульные технологии, технологии основаны, опять же, на идеях Марии Матисури, их очень-очень много, то есть вот они будут иметь свое название, опять же, по отношению к тем или иным авторским идеям. Альтернативные же технологии, они, естественно, это и есть технологии, которые, собственно говоря, дают направление той или иной альтернативной системе образования, которая существует в том или ином виде. Ну вот слайд по авторским педагогическим технологиям. Следующая группа видов педагогических технологий — это проблемно-модульная педагогическая технология. Проблемно-модульная педагогическая технология, она, собственно говоря, формирует критическое мышление обучающихся, обучаемых при помощи специальных ситуаций поиска ошибок. Сюда относятся технологии Кудрягцева, технологии Киллпатрика, Махмутова. Ну и в зависимости от того, насколько идет постановка проблемы, настолько она и реализуема. И здесь важны следующие группы ошибок, которые действенные. Такие группы ошибок, как гносологические, методологические, учебные, где гносологические ошибки — это ошибки познавательного характера, совершенные в истории формирования наук. Методические — это результат ошибок преподавания. И учебные оформляются в проблемные модули и используются при формировании мышления и в качестве средств обучения. Иными словами, если при традиционном обучении используется переход от незнания к знанию, то в проблемно-модульном обучении зону ближайшего развития учащегося расширяют до области критических ситуаций, то есть области ошибок, и затем ее внедряют. Особенность проблемно-модульного обучения — формирование гибкости мышления ребенка. Учебная деятельность данной технологии тесно связана с внеурочной деятельностью. Технология укропнения дидактических единиц, или сокращенно она называется УДЕ, представляет собой интеграцию следующих подходов к обучению. Это совместное и одновременное изучение взаимоотвязанных действий, операций, далее — обеспечение единства процессов, составление и решение задач, рассмотрение во взаимопереходах определенных и неопределенных заданий, следующее — это обращение структуры упражнения, и далее — выявление природы математического знания, достижение системности. Последнее здесь идет как дополняемая системе упражнений. Ключевой элемент данной технологии — это упражнение триада. И надо сказать, что технологии УДЕ, они очень интересны в своем изложении и так далее. Автор этих технологий — калмыцкий профессор Эрниев. Далее. Новые информационные технологии, или сокращенно — НИТ. В основе данных технологий лежит система программированного обучения. И такие, здесь авторы представляют данную технологию, так как Skinner, Crowder, Tomfler, King и другие. Обучение выступает как процесс управления, далее — как информационный процесс и как индивидуализированный процесс. Основа программированного обучения — это обучающая программа, в которой строго систематизируется сам учебный материал, действия учащегося по его усвоению и формы контроля усвоения. Ну и программированное обучение также стимулировало развитие и применение технических средств обучения, в которых выделяют информационные ТСО, то есть здесь используются проекторы, учебное кино, медиатеки, телевидение, телекоммуникационные системы и так далее. И обучающий ТСО, то есть обеспечивающий замкнутый цикл обучения. Представлены в виде обучающей программы, ну опять же, как мы выяснили, это компьютерные программы, дистанционное обучение. На основе, опять же, новых информационных технологий, технологии НИД в нашу жизнь плотно внедряется, технологии витогенное обучение. Это технология конца XX века. Автор и разработчик ее — Белкин. Витогенное обучение — это реальный путь к сотрудничеству педагогов и учащихся, слияние образования и самообразования, превращает субъект-объектное отношение в субъект-субъектный. Суть данного вида педагогических технологий составляет голографический подход. Что такое голографический подход? Это объемное владение знаниями, обеспечивающее реализацию витогенного образования в процессе сотрудничества. Ну и, собственно говоря, система сотрудничества проходит в данной технологии по таким стадиям, как опека, наставничество, партнерство, сотрудничество, содружество. Более подробно или более достоверно хочется сказать, что есть голографический подход здесь. Ну если кто-то, допустим, смотрел такой фильм, как «Аватар», когда специальное оборудование одевается на голову человека, стереоочки и так далее, человек может погружаться в ту или иную реальность. Такое витогенное обучение хорошо при, например, изучении географии, при изучении истории. Человек путем погружения может каким-то образом изменить ход тех или иных исторических событий, посмотреть, как будет видоизменяться и так далее, к чему приведет данное изменение хода исторических событий. Это очень интересно для современных детей, очень, ну и не только для детей, и имеет такой преобразующий эффект, имеет эффект развития системы воображения, фантазии и так далее. Витогенное обучение, конечно, оно хорошо, но здесь есть такой негативный момент, что при длительном витогенном обучении человек может уйти в иную реальность и не соотносить реалии там, где он проживает и там, где он находится в своих мыслях. Это вот вид педагогической технологии, он уже, можно сказать, превращен в действие, то есть и у нашей страны, и только за рубежом используется витогенное обучение. И витогенное обучение имеет следующие стадии своего прохождения. Первая стадия — это первичное восприятие витогенной информации, и вторая стадия — это оценочно-фильтрующая личность определяет групповую общественную личную значимость полученной информации. И третья — установочная. Личность стихийно и осмысленно создает установку на запоминание информации в конкретный период. Источником витогенной информации могут являться СМИ, научная, техническая, художественная литература, произведение искусства, социальное, бытовое, деловое общение, различные виды деятельности, образовательный процесс. Рассмотрение объекта информации проецируется или отражается в многомерном трех-четырехмерном пространстве, проекциях. И, как я уже говорила, здесь применяется стереография, 3D, теперь уже 4D и так далее, образы, фильмы и так далее. Новые информационные технологии занимают особое место среди других технологий, так как оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, потому что обеспечивают образное восприятие учебного материала, его наглядную конкретизацию, наиболее доступные формы для восприятия и запоминания. Дидактические особенности информационных технологий это высокая информационная насыщенность, реализация преподнесения учебной информации, показ изучаемых явлений в развитии динамики и реальность отображения действительности. В целом, различные педагогические технологии, они обширны по видам. Можно еще также рассказать о технологиях, частно-предметных технологиях. Их очень много, они зависят от того или иного учебной, той или иной учебной дисциплины. Например, физика, математика, технологии гуманитарного направления и так далее. Ну, например, я просто могу назвать, как пример, такие частно-предметные технологии, которые применяются в математике, как я уже назвала, технологии УДЕ, укрепление дидактических единиц, технологии Гусевой, Ивановой, Дорофеевой, технологии Воловича, которые направлены на формирование общих подходов к организации усвоения, вычислительных правил, определений, теорем, через алгоритмизацию учебных действий учащихся. Технологии Окунева – это технологии создания, поддержания высокого уровня познавательной деятельности и самостоятельной умственной активности учащихся. Здесь существует своя классификационная система, интересные уроки по их модернизации и организации деятельности. Ну и ряд других, собственно говоря, можно называть технологии, частно предметных технологий, они имеют также, собственно говоря, и систему развивающей направленности. То есть без развивающих технологий, а мы говорим, что педагогические технологии – это набор каких-то определенных подходов к проектированию, технологизации процесса обучения. То есть учитель, педагог сам создает то или иное технологию в зависимости, опять же, от дисциплины, которую он преподает, и внедряет в нее часть или развивающей системы, или какой-то другой педагогической системы, опять же, технологий. И здесь я еще хочу особо остановиться на технологии современного проектного обучения или методе проектов. Метод проектов – это технология не нова по своей организации. Метод проектов впервые был разработан еще в 1920-х годах в Америке. Автором его является известный педагог, американский педагог-психолог Джон Юи. Джон Юи, собственно, определил в 1920-х годах построение всей американской системы образования на основе, ну, такой философской основе, как прагматика, прагматизм. Мы также рассматривали ранее в наших лекциях философию прагматизма. Прагма – это то, от чего я буду получать толк, от чего я буду получать результат, ну, какой-то результат, может быть, материальный даже. Вот, ну, собственно говоря, метод проектов, он имеет место быть, ну, активным в настоящее сегодняшнее время и активно внедряется в нашу современную систему российского образования. Мы сами уже начинаем не только обучаться, но и жить по методу проектов сегодня. Поэтому хочется более детально рассмотреть, что же есть метод проектов. Означает самостоятельное и дискальное изучение какой-либо проблемы и, как правило, является результатом коллективной работы, предусматривающей сотрудничество учащихся. Учащиеся получают задания, которые не являются обязательными для каждого, но заинтересованные работают в паре, группе или индивидуально. Они качественно улучшают знания, повышают оценку за определенную тему. В методе проектов есть положительные стороны. Они таковы, как углубление знаний, учащихся по предмету, помогает выявить способности ученика, развивает интерес к науке, умение работать с литературой, умение ставить эксперимент, проводить наблюдения, выступать с докладами. Использование проектного образования позволяет индивидуализировать обучение, актуализировать знания, умения, имеющиеся у школьников, позволит каждому ученику участвовать в учебном процессе, помогает выполнять работу в собственном ритме, использовать полученные знания в практическом применении, четко планировать свою деятельность и принимать во внимание время, ресурсы, методы и приемы деятельности, видеть начальный, промежуточный, конечный результат совместной деятельности и последнее корректировать отдельные этапы, вносить к изменениям и поправке с целью достижения запланированных результатов. И по определению проекта это, вы видите совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда есть творческая деятельность. Метод проектов это способы организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата. И, естественно, опять же, вызывает какой-то интерес, развивает творчество, выражающееся в самореализации личности ученика, развивает интеллект ребенка, физические, волевые качества, творческие способности. И любая его деятельность, конечно, должна быть направлена на решение интересующей его проблемы. Почему нужно сегодня обучать методу проекта? Для чего это важно? Работая в микрогруппах, дети готовят проекты, в которых предполагают решение проблемы, поставленные задачи, создают свой интеллектуальный продукт. Также учатся высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, слушать и понимать друг друга. Учатся диалогу. Также это возможность общения с какими-то видными деятелями, учеными, преподавателями или деятелями в той или иной области культуры, например, производства и так далее. Также метод проектирования широко используется, в частности, в вузовском образовании. Компьютерные технологии, методы проектирования отказывают возможности для реализации творческого потенциала школьников и развивают умение находить способы решения поставленных проблем. Типологические признаки проектов. То есть здесь используются доминирующий метод исследовательский, творческий, ролево-игровой, ознакомительно-познавательные и другие. В доминирующих проекте содержательный аспект. Это литературное творчество, естественно, научные исследования, экологические, языковые, культурологические, ролево-игровые, спортивные, географические, исторические, музыкальные проекты. Характер координации проекта из-за непосредственной, жесткий или гибкий, искрытый, неявный, имитирующий участников проекта. Характер контактов среди участников может быть одной школы, класса, города, региона, страны, может быть, даже и разных стран мира. Количество участников проекта индивидуальные, парные, групповые. И продолжительность проекта краткосрочные, долгосрочные, эпизодические. Также выделяются такие проекты, требующие хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результата. Творческие такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается, далее развивается, подчиняясь принятиям этой логики, интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах, например, в каком-то итоге. Существуют приключенческие, игровые проекты. В таких проектах структура также намечается, остается открытая до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи, выдуманные герои, имитирующие социальные и деловые отношения, осложняемые продуманными участниками ситуациями. Информационные проекты. Это тип проектов, направленный на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательский проект, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом, цель данного проекта, результат, то есть какая-то статья, какой-то реферат, альбом и так далее. По содержанию проекта могут быть всевозможные содержания, например, литературно-творческие. Здесь литературно-творческие. Главное, что дети объединяются в желании творить, что-либо создать творческий продукт, может быть, рассказ, какую-то повесть, статью, сценарий написать, стихи и так далее. Здесь действительно так и возначено литературно-творческие. Естественно, научные чаще всего бывают исследовательскими, имеют четко обозначенную исследовательскую задачу. Экологические проекты также требуют привлечения исследовательских, научных методов, интегрировано знание из разных областей наук. Чаще они бывают практикоориентированными. Экологические проекты, конечно, они широки, востребованы в сегодняшний момент в нашей жизни. Языковые, лингвистические проекты чрезвычайно популярны, поскольку они касаются проблем изучения иностранных языков, особенно актуальны в международных проектах и вызывают очень большой интерес. Культурологические проекты связаны с историей, традициями разных стран. Без культурологических знаний очень трудно бывает разработать какой-то международный проект и так далее. И здесь важно привлечение различных партнеров с их культурными и национальными традициями, знаниями тех или иных основ культур, фольклора и так далее. Ролевые игровые. Такие весьма популярные часто сочетаются с каким-то иным направлением проекта, например, приключенческим, литературно-творческим, культурологическим и так далее. Спортивные проекты объединяют на основе какого-либо увлечения тем или иным видом спорта. Часто данные проекты представляют в виде соревнований каких-то команд и методики тренировок. По окончании, естественно, они делятся впечатлениями от каких-то новых ожиданий, которые они получают. И итог — это, естественно, крупные какие-то соревнования международного или какого-то другого уровня. Географические проекты могут быть исследовательскими, приключенческими и так далее. Они очень также интересны, познавательны и в своем исследовательском плане, в плане открытий чего-то нового и так далее. Исторические проекты позволяют участникам исследовать самые разнообразные исторические проблемы, прогнозировать развитие событий политических, социальных, анализировать какие-то исторические события, факты. Музыкальные проекты объединяют партнеров, интересующихся музыкой. Это могут быть аналитические проекты, творческие. Итогом может быть сочинительство какой-то музыки, произведение, концерт и так далее. Это и есть музыкальные проекты. Ну вот языковые лингвистические проекты. Они могут быть как обучающие, то есть направленные на владение языковым материалом, формирование определенных речевых навыков, умений. Лингвистические направленные на изучение языковых особенностей, изучение языковых реалий, фольклора и так далее. И филологические направленные на изучение этимологии слов, литературные исследования, исследования историко-фольклорных проблем и творческие. Культурологические и астрономические проекты предполагают развитие языковых и речевых умений на основе определенных навыков в продвинутом уровне владения языком посредством организации межкультурного общения с целью ознакомления культуры, истории, этнографии, географии и так далее, стран-партнеров. Проекты данного типа целесообразно проводить с носительными языка. Это очень важно, так как иностранный язык здесь вступает в роли средства общения, естественная языковая среда, она способствует формированию потребностей использования иностранного языка как единственного возможного средства коммуникации. С точки зрения содержания культурологические проекты могут быть историко-географические, посвященные истории страны, города, местности, географии страны, города или местности, этнографические, целенаправленные на изучение традиций, быта народов, народного творчества, этнического состава народов, проживающих на данной территории, национальных особенностей культуры разных народов и так далее, политические цель которых это ознакомление с государственным устройством стран, с политическими партиями, общественными организациями, со средствами массовой информации и законодательством страны и так далее. Также посвященные проблемам искусства, литературы, архитектуры, культуры страны, изучаемые языка, экономические, посвященные проблемам финансовой и денежной системы, наукообложения, инфляции и так далее. Игровые и ролевые игровые проекты. С совершательной точки зрения игровые и ролевые проекты могут быть следующих типов. Воображаемые, путешествия, которые могут преследовать самые разнообразные цели, обучаемые речевым структурам. И клише специфическим терминам, диалоговые высказывания, тем или иным рассуждениям, умениям, навыкам из области различных знаний. Имитационно-деловые или моделирующие профессиональные коммуникативные ситуации, которые максимально приближают игровую ситуацию к реальной встречающейся жизни. Драматизированные, нацеленные на изучение литературных произведений в игровой ситуации, где в роли персонажей или авторов этих произведений выступают учащихся. Имитационно-социальные, где учащиеся исполняют различные социальные роли и так далее. Данная группа игровых и ролевых игровых проектов относится к активным методам обучения, сокращенно МАУ. Данные авторов активных методов обучения, это такие технологии, здесь можно использовать технологии пассового, коммуникативное обучение на язычной культуре, технологии нового, собственно, игровые технологии, технологии Шаталова, интенсификация обучения на сухновь из знаковых и схемно-модульного материала. Ну и здесь также выделяются неимитационные и имитационные группы обучения. Соответственно, выбираются виды и формы занятий. Особенность имитационных занятий – использование игровых и неигровых методов обучения. Ну, что можно здесь сказать? Что как методы проектов игровых, ролевых игровых проектов, так и, собственно, активные методы обучения. В их основе лежит творческий подход к учебной деятельности, эволистического, креативного характера. Включение игровых технологий и отдельных игр в учебную работу повышает интерес к изучаемому предмету, ориентирует самоопределение ребенка, улучшает нежличностные отношения. Ну и здесь могут применяться как короткие игры, игровые оболочки и длительные развивающие игры, игры-проекты. Основные требования к использованию методов проектов – это, опять же, вернемся к методу проектов. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, задачи, требующие интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения, например, исследования демографической проблемы в разных регионах мира, создание серии репортажей из разных концов земного шара, проблемы влияния демографического впада на развитие системы образования и так далее. Практическая – это теоретическая значимость предполагаемых результатов, например, доклад о состоянии рекреационных ресурсов данного региона, факторов, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данных проблем, далее самостоятельная мотивированная деятельность учащихся, далее сконструирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов, и последнее – это выявление проблем, предположение гипотезы, их решение оформления конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, использование в ходе совместного исследования методов москового штурма, круглого стола, статистических методов, творческих отчетов, просмотров и так далее. Стадия проектирования. Как правило, любой проект может создаться спонтанно, может быть тщательной подготовкой к нему, но, как правило, выделяют такие стадии проектирования. Это постановка целей, определение задач, оценка сложности, планирование основных результатов, определение сроков выполнения, обсуждение дереализации, распределение функциональных обязанностей микрогруппы, реализация проекта, представление или отчет и оценка работы. Результаты выполненных проектов должны быть материальны. То есть, в чем материальны? Оформлены в видеофилим, альбом, борт-журнал какой-то, какую-то газету, может быть, это будет электронная газета, альманах, статью, может быть, выпуск какой-то книги и так далее. Вот это и есть результаты в материализованном плане проекта. Формы проектов также могут быть представлены в виде викторин, соревнований, олимпиад, коллективное написание рассказов, сказок, частушек и так далее, цепные рассказы, дни издания газет, шахматные турниры, читательские конференции, сравнительный анализ наблюдений за погодой и обмен этой информацией, исследования по публикациям различных аспектов исторического развития тех или иных стран и так далее. Игровые технологии, применяемые в среднем и старшем возрасте, например, деловая игра, это педагогический метод моделирования различных управленческих и производственных ситуаций, цель которых обучение отдельных личностей и групп, принятие решений, также особое отношение к окружающему миру, далее субъективная деятельность участников, далее социально заданный вид деятельности, далее особое содержание усвоения, следующее социально-педагогическая форма организации жизни, используется для решения комплексных задач, усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общих учебных умений. Виды деловых игр, это имитационные, имитация какой-либо деятельности, особенно в жизни деятельности людей, операционные, это отрабатывание каких-то действий, операций, методик и так далее. Данные операционные и деловые игры, они моделируют рабочий процесс. Исполнение ролей, обрабатывается тактика поведения действия в той или иной конкретной ситуации, и человек входит в роль в той или иной ситуации. И здесь очень важная такая форма, как пьеса ситуации, интересная по своей структуре и характеристике. Следующая технология деловой игры, проходят следующие этапы и деятельности в них. И так подготовки, разработка сценария, здесь выделяются авторы, соответственно, ввод в игру, здесь уже руководители действенные, деятельность учащихся в представленном разработке сценария, составление плана деловой игры, общее описание игры, составление инструктажа, подготовка материального обеспечения, разогревающие игровые эпизоды, постановка проблемы, цели, условия инструктаж, регламент, правило, планируемый результат, определение ролей, формирование групп и консультации. Следующий этап проведения, здесь действенная групповая работа на задание и межгрупповая дискуссия, работы с источниками, тренинг, мозговой штурм, активизация групповых ролей, выступление групп, защита результатов, правила дискуссии. Этап анализа и обобщение работы экспертов, вывод из игры, анализ, рефлексия, оценка, самооценка работы, обобщение, итоги игры, рекомендации. Технологии интеграции в образовании, мы уже рассматривали на предыдущих лекциях, что интеграция интересная по своей сути, интеграция образования, и когда то или иное технологии, тот или иной метод обучения, он комплектуется с каким-либо другим. И вот этот принцип интеграции очень действенен в методе проектов, игровом проекте в частности. И ведущий здесь принцип развития современных образовательных систем. Формы интеграции преподавания, например, языков, это могут быть интегрированные руки, например, иностранный язык литературы, иностранный язык географии, иностранный язык истории. Можно брать не только языковое направление, можно брать и математического профиля, естественного профиля и так далее. Ну, как на примере преподавания языков рассмотрим. Также интегрированные курсы – это иностранный язык и родной язык, информатика – иностранный язык и так далее. Критерии к внедрению педагогических технологий, они выступают в следующем виде. Логическая структура информации, объем информации, информационные емкости, гидактических единиц обучения. Далее, уровень продуктивности познавательного процесса, интенсивности обучения, соотношение образовательного и развивающего эффекта, механизм оптимизации технологий в связи с имеющимися условиями, адаптивность технологий, умственное и физическое напряжение личностной направленности технологии, гармоничность сочетания технологий, соответствия технологий, специфики дисциплины и так далее, надежность технологии и финансирование технологий. И хочется сказать, что проектное обучение, все-таки его суть – это создание условий, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают те недостающие знания, из разных источников учатся пользоваться приобретенными знаниями при решении познавательной задачи, приобретают коллективное умение, работают в различных группах, развивая в себе системное мышление. И основой метода проектов является его практическая направленность на результат, который обязательно должен быть таким, чтобы его можно было увидеть, осмыслить, реально применить практической деятельности. Ну, естественно, для достижения таких результатов в проектном методе необходимо обладать способностью видеть проблемы. Например, самостоятельно разрабатывать варианты их решения, привлекая разносторонние знания, прогнозировать результат, корректировать план свои действия в зависимости от ситуации, использовать учебно-познавательные приемы с обязательной презентацией результатов. И метод проектов, как педагогическая технология, он очень действенен и интересен своей реализацией. Еще раз подчеркиваю, что он широко внедряется не только в нашу современную систему обучения, но и в нашу повсеместную с вами жизнь. Рассмотренные сегодня с нами некоторые виды педагогические технологии являются очень важным моментом в целом, в специфике, в сути самой педагогической технологии. И, естественно, мы очень сегодня постарались кратко рассмотреть, дать такую характеристику различным видам педагогических технологий. Ну и каждый проект, он по-своему интересен. Например, как я остановилась более подробно на методе проектов, в той или иной области. На следующие занятия мы с вами посмотрим, как же метод проектов применяется в здоровье творческой направленности. Это такая технология, как здраво-творческие проекты. Это один из видов педагогических технологий. Ну а сегодня спасибо за внимание. Продолжение следует...